На канале Freedom время промежуточных итогов дня. Здравствуйте! Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по оперативной обстановке в регионе. С руководителями города и области он обсудил вопросы обороны, в том числе на Волчанском направлении, а также восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание на совещание было уделено вопросу обеспечения жильем эвакуированных из Харьковской области людей. Также во время визитов в Харьков Владимир Зеленский посетил разрушенную россиянами типографию. В пожаре сгорели 50 тысяч книг. Президент Украины отметил, что путинские войска убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. И призвал мировых лидеров проявить решимость, чтобы помочь Украине преодолеть российский террор. Напомню, после ракетного удара путинских войск по харьковской типографии погибли 7 человек, еще 21 получил ранения. Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. Российский террор должен проиграть. И для этого нужно только одно – решительность мировых лидеров. Достаточная решительность. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин. Достаточная дальнобойная возможности наших воинов. Достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Финляндия и Латвия осудили ситуацию на водной границе с Эстонией, где российские пограничники убрали буи на реке Нарва. Министр иностранных дел Лина Валтанин заявила, что Финляндия солидарна со своим близким союзникам и внимательно следит за событиями. А как подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня, действия РФ являются частью гибридной войны Кремля. Снятие России эстонских буев на реке Нарва неприемлемо. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности РФ в Европе. Мы будем противодействовать ей вместе с членами НАТО. Мы солидарны с нашими друзьями и членами альянса в Эстонии. Эвика Силиня, премьер-министр Латвии, в соцсети ИКС. Напомню, российские пограничники убрали 24 из 50 буев, установленных на реке Нарва, для обозначения территориальных вод. После инцидента временного поверенного по делам РФ в Эстонии даже вызвали в Министерство иностранных дел страны. Гражданина Румынии поймали на шпионаже в пользу России. Его уже арестовали. Правоохранители выяснили, что задержанный с 2022 года осуществлял наблюдения за рядом военных объектов Румынии и НАТО. Фотографировал боевую технику и перемещение персонала в приграничной зоне с Украиной и передавал собранные данные посольству России в Бухаресте. В квартире подозреваемого провели обыски и уже изъяли доказательства шпионажа. Также отмечу, что это первый подобный арест в Румынии. Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне против Украины. Как сообщает японский МИД, под ограничения попали физические и юридические лица, которые содействовали торговле оружием между Россией и Северной Кореей. В санкционный список попали генеральный директор российской государственной авиакомпании, 224-й летный отряд Владимир Михеичек и его предприятия, а также российский полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации Российской Федерации. Украина открыла посольство в Мавритании, на западе Африки. Дипломатическое представительство находится в столице страны, на Укшоте. Как сообщил глава украинского МИДа, Мавритания – это важная для Украины страна. Во-первых, Мавритания сейчас председательствует в Африканском Союзе, ключевой международной организации континента, объединяющей 55 государств-членов. Во-вторых, Мавритания является перспективным торговым партнером для Украины. Объемы товара оборота и его номенклатуру можно существенно расширять. В-третьих, Мавритания важна в контексте международных антитеррористических усилий в регионе Сахеля. Украинский опыт безопасности здесь может иметь большой спрос. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В Инстаграм. Глава Сената Польши, Малгажата Кидава Блонская, прибыла с визитом в Украину. На вокзале в Киеве ее встретила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк. По ее словам, одна из целей визита представителя польского Сейма – развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений. Сама Кидава Блонская сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, 10 танков «Леопард-1», а также три реактивные системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, в пакете помощи различные пулеметы, разведывательные дроны, эвакуаторы и противоминные машины. Как отмечает Минобороны Германии, на военную помощь Украине в прошлом году было выделено около 5 миллиардов евро, а в 2022-м около 1,6 миллиарда евро. Первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки. Об этом изданию «Политика» сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган. Подготовка проходила на военно-воздушной базе в городе Туссон в Аризоне. Ханниган не назвала точную дату завершения тренировок и количество пилотов из соображений безопасности. Напомню о создании коалиции по подготовке украинских пилотов во главе с США, Данией и Нидерландами. Глава Пентагона Ллойд Остин объявил в прошлом году на октябрьской встрече в формате «Рамштайн». Снять ограничения на использование Украины американского оружия для ударов по территории России. К этому президента Джо Байдена призывает госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев, пишет The New York Times. Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что рано или поздно решение о праве украинских войск бить американским оружием по целям в России должно быть принято. Как скоро этого стоит ожидать в материале моих коллег. В Конгрессе США растет поддержка снятия ограничений на использование американского оружия на российской территории. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что Штаты должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Им, украинцам, нужно иметь возможность наносить ответный удар. И думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас. Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сообщает «Голос Америки». Президент Владимир Зеленский в интервью Ройтер подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России. 22 мая в Палате представителей Конгресса США состоялись слушания по этому вопросу. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккл, обращаясь к приглашенному госсекретарю США Энтони Блинкину, пояснил, что россияне выставляют свою артиллерию сразу за границей и наносят удары по позициям вооруженных сил Украины. Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, и Украина не может защитить себя и дать отпор России. Именно поэтому я бы дал согласие на использование дальнобойных систем и систем ближнего радиуса действия, а также Хаймарс, в то время как ваша администрация связывает им, украинцам, руки. Измените ли вы эту политику? Сенатор-республиканец Мич Макконнел призвал администрацию США снять ограничения на использование американского оружия и использование помощи, предоставленной США для быстрой и решительной победы Украины. Следует двигаться с релевантной скоростью, а не со скоростью бюрократии. Пора для администрации задействовать дополнительную помощь и прекратить микроменеджмент использования Украиной американского оружия. Мич Макконнел, американский сенатор-республиканец, сообщает «Голос Америки». Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что рано или поздно решение о праве украинских войск бить американским оружием по целям в России должно быть принято. Решение, что мы имеем право применять американское оружие за пределами Украины, должно быть принято рано или поздно. Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно бы вызвать сомнения. Но мы и дальше будем его продвигать на всех уровнях. Наталья Галибаренко, глава миссии Украины при НАТО в интервью Украинформу. Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине. Законодатели также заявили, что поддержат предоставление разрешения Украине атаковать цели на территории России. The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона утверждает, что поступивший на прошлой неделе запрос Украины рассматривается. В то же время издания Bloomberg сообщают, что позиция США по трансграничным ударам также может измениться, и это должно произойти сейчас, чтобы помочь Украине пережить тяжелые месяцы. США вводят визовые ограничения в отношении Грузии и пересматривают отношения со страной из-за закона о так называемых иноагентах. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, этот документ и репрессивная тактика, которую используют для подавления инакомысля, подрывает демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право народ. Американский дипломат подчеркнул, что принятие закона идет в разрез с целями страны, которые отражены в Конституции, евроатлантической интеграцией и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами. Я объявляю о всестороннем пересмотре сотрудничества между США и Грузией. Мы надеемся на то, что лидеры страны пересмотрят законопроекты, предпримут шаги для движения по пути демократических и евроатлантических чаяний своего народа. Пересматривая отношения, мы будем принимать во внимание действия Грузии. Энтони Блинкен, госсекретарь США. Из сообщения на сайте Госдепартамента США. В Конгрессе США могут рассмотреть введение санкций против ведущих грузинских политиков из-за принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает политика. По данным издания, соответствующий законопроект подготовили два сенатора. Демократ Джин Шахин и республиканец Джим Риш. Документ предусматривает запрет на поездки в Соединенные Штаты и другие ограничения в отношении тех, кого обвиняют в блокировке евроатлантической интеграции Грузии, причастности к коррупции и нарушениям прав человека. В законопроекте также предлагается остановить американо-грузинский стратегический диалог, в рамках которого Тбилиси и Вашингтон сотрудничали по вопросам безопасности и демократии. Кроме того, документ предусматривает выделение не менее 50 миллионов долларов на проекты в поддержку демократии в Грузии, а также расследование возможного вредного иностранного влияния на власти страны. Из статьи «Политика». Несколько стран ЕС также настаивают на введении санкций в отношении Грузии из-за этого закона. Как сообщает Financial Times, Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония предлагают ряд возможных ограничений. Среди них приостановка безвизового режима, адресные санкции и заморозка о выделении средств из европейских фондов. Обсудить эти меры могут на встрече министров иностранных дел государств ЕС уже на следующей неделе. В то же время Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Грузия должна отозвать закон о так называемых иноагентах в соответствии с указаниями Венецианской комиссии. Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно рекомендовала Грузии отменить закон о прозрачности иностранного влияния в его нынешнем виде. Мы призываем власти прислушаться к этой рекомендации, чтобы защитить фундаментальные элементы грузинской демократии. Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В соцсети ИКС Напомню, в Грузии второй месяц продолжаются массовые протесты против закона о так называемых иноагентах, в котором жители страны видят аналог российского. Митингующие считают, что документ угрожает гражданскому обществу и свободам, а также мешает сближению с Европой. Также отмечу, в прошлом году Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС, но теперь европейские политики открыто заявляют, что ни о каком членстве не может идти речи, пока закон не будет отменен. Президент страны Саламе Зурабишвили наложила на него вето. Протестующие ожидают, что парламент его преодолеет, поэтому намерены продолжить борьбу. Это повлияет на курс нашей страны на Запад. Мы хотим быть частью ЕС и частью НАТО, чему этот закон обязательно помешает. Он противоречит нашей Конституции, поскольку в ней говорится, что мы должны делать все, чтобы вступить в Евросоюз и НАТО. Вот почему нам нужно избавиться от этого закона и правительства, которое его одобрило. Прекращение интеграции в ЕС негативно скажется на обществе, потому что нас лишат бесплатных виз. Мы добились статуса кандидата на вступление в ЕС, который у нас тоже отнимут, если не будет отменен этот закон. О ситуации в Грузии и последствиях принятия парламента закона об иноагентах поговорим с экспертом. К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Шашкин, член полицовета Единого национального движения Грузии. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Вот только что мы коротко услышали реакцию Европы и Соединенных Штатов на принятие закона о так называемых иноагентах. Как вы думаете, в грузинском парламенте ожидали такой обратной связи? И вообще, может ли риторика Запада как-то повлиять на дальнейший ход событий с принятием этого закона? Грузинская власть узурпирована прокси-силой Российской Федерации, которая пришла к власти с 2012 года в результате спецоперации. Во главе этой власти стоит российский олигарх Бедзина Иванишвили, самый большой акционер «Газпрома» из физических лиц. С 2012 года они делают все для того, чтобы увезти Грузию от западного курса. Они открыто саботировали получение статуса членства в Евросоюзе, открыто саботировали, оскорбляли наших западных партнеров, в том числе, допустим, министра иностранных дел Германии. Но все равно авансом этот статус был выдан. После этого, в принципе, они сняли все свои маски, и всем наконец-то стало понятно в Грузии, что во главе стоит российская прокси-сила. К счастью, лучше, конечно, поздно, чем никогда. К счастью, наши западные партнеры тоже протрезвели, и сейчас мы уже наблюдаем ту реакцию, которая должна была быть еще и раньше. В частности, всем стало понятно, что этот законопроект делается для того, чтобы подготовить юридическую базу для преследования инакомысля, точно так же, как это сделано в России. Также этот закон принимается для саботажа вступления в Евросоюз и нарушается 78-я статья Конституции Грузии, которая прямо говорит, что правительство Грузии должно делать все для евроинтеграции и вступления в НАТО. И так же это делается для того, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию, запугивать население войной, запугивать население России. Грузинская мечта вместе с русским олигархом, они просчитались, они не рассчитали степень реакции молодежи, населения Грузии. Более 200 тысяч человек вышло на улицу, и они будут продолжать выходить, пока этот закон существует. Как минимум, если он не будет отменен, они будут выходить до окончания выборов 26 октября. Также они не просчитались в оценке реакции наших западных партнеров. Как еще Черчилль говорил, наши американские друзья всегда испробуют все неправильные варианты, перед тем, как придут к единственно правильному. Ну, лимит этих неправильных вариантов был исчерпан несколько дней назад, когда в Грузию прилетал заместитель госсекретаря, и премьер-министр Грузии ему час рассказывал, что миром управляет партия войны и масоны. Скорее всего, он, премьер, не знал, кто такие иллюминаты, наверное, иллюминатов тоже бы ему рассказал своему американскому коллеге. Вот после этого лимит неправильных решений был исчерпан, лимит предложений, лимит каких-то уступок был исчерпан, и вчера уже госсекретарь Соединённых Штатов Америки объявил о том, что санкции вступают не только против тех, кто поддержал вот эти 84 раба, которые проголосовали за этот законопроект, но также против их семей и также против тех людей, которые поддерживают в том числе бизнес, в том числе люди, которые находятся на разных должностях, не только в парламенте. Последовала уже вчера отставка генпрокурора Грузии, который вовремя оставил свой пост. И мы ожидаем, что с нарастанием санкционного давления власть будет трещать по швам. Дмитрий, ну вот известно, что президент Грузии наложила вето на закон, и парламент 27 мая собирается запустить процедуру преодоления этого запрета. Есть ли варианты, при которых парламентариям не удастся этого сделать? У них есть достаточно голосов. Для преодоления нужно 76 голосов. У них 84 раба есть в парламенте. Поэтому наши американские коллеги, кстати, не огласили список, кто подпадает под санкции. Они ждут преодоления вето. После этого будет уже понятно, кто подпадает под санкции, как экономически. Тут же не только само санкции по передвижению. Тут вопрос о передвижении семей, о тех людях, которые живут. У нас же парадоксальная ситуация. В принципе, парадоксальная в какой стороне? То же самое, что в России. Люди, которые больше всего ругают Запад, и их дети как раз живут на Западе. В Европе, в Америке, в Соединенных Штатах Америки. И поэтому это коснется их, само собой. Их, кстати, коснется и бизнесменов. Вообще, надо понимать, что после вкидывания вот этого закона и принятия этого закона, капитализация двух банков, основных банков Грузии, упала на полмиллиарда. Это огромные деньги для Грузии. Это все скажется, само собой, на состоянии бизнесменов. Это, само собой, скажется на состоянии экономики. Поэтому очень важно было то, что делал народ Грузии. Народ Грузии показал, что он Запада. Это 80% и по вопросам общественного мнения, и по референдуму, прошедшему в 2012 году. 80% поддерживает евроинограцию и вступление НАТО. Грузины вышли на улицы. Более 200 тысяч человек для 3,5 миллиона республик. Это огромное количество. Общество консолидировано. Спортсмены, деятели культуры, молодежь. Абсолютная консолидация общества. Мы ждали от наших западных партнеров адекватной реакции. Кстати, Украина, наконец, после 2022 года своим примером изменила вот эту парадигму Запада, когда тот раскачивался годами. Теперь все отлично понимают, что действовать надо быстро. И очень важно, что Запад понимает также одну вещь. Что кроме демократии, кроме того, что Грузия хочет быть в Евросоюзе и население поддерживает Евросоюз. Кроме этого, очень важный аспект, что будущая безопасность Европы, в том числе безопасность Украины, проходит в том числе и по прозападному правительству Грузии. Потому что если Грузия останется как черная дыра, помогающая России обходить санкции, как сфера влияния России, это не будет способствовать безопасности в Европе. Кстати, премьер-министр Грузии был несколько недель назад в Турции. И Эрдуган прямо сказал, что Турция готова гарантировать безопасность региона. Так что и Турция тоже не собирается стоять в стороне и запускать Россию сюда. Так что как-то все против русской мечты. Вы частично уже ответили на мой следующий вопрос, но я хотел бы, чтобы вы его расширили. Эксперты отмечают, что закон практически полностью скопирован с российского и что говорит о влиянии Москвы на Тбилиси. По вашему мнению, почему для России так важно удержать Грузию в орбите своего влияния? Посмотрите, есть три коридора, которые соединяют Азию и Европу. Верхний коридор – это через Россию, Байкало-Амурская магистраль. Средний коридор – это Казахстан, Азербайджан, Грузия. И нижний коридор – это Саудовская Аравия, Израиль, Турция. Верхний коридор закрыт надолго. Россия сейчас очень важна не потерять влияние на вот эти транспортные коридоры. И она спускается к среднему коридору, который проходит в том числе через Грузию. Казахстан сейчас начинает строительство порта рядом с Актау и развитие своей железной дороги. Нижний коридор сейчас испытывает также большие проблемы транспортные, потому что идут боевые действия в Газе. Поэтому самый объективный, самый лучший коридор на данный момент представляет собой как раз Казахстан, Азербайджан, Грузия. И Россия хочет положить, скажем так, свою лапу в долгосрочной перспективе на вот эту среднюю магистраль, соединяющую Азию и Европу. Для этого ей нужно здесь марионеточное правительство. Особенно это в тех условиях, когда она теряет, практически уже потеряла влияние на Армению. И когда настолько усилилась Турция в регионе после Карабахской войны. Комиссии заявили, что ЕС, несомненно, друг и партнер Грузии. Но вот в законе об эноагентах, закон этот, он противоречит демократическим ценностям. И знаете, что интересно? В России и Грузии власти при принятии закона ссылались на США и аргументировали свои действия якобы американским опытом. В Штатах подобный закон был принят еще в 1938 году. Но в Америке, во-первых, этот закон не имеет ничего общего с российским. Во-вторых, в США закон применяется крайне редко. К примеру, за последние 50 лет только 7 случаев дошли до суда. А вот в России только за прошлый год известно 350 дел. В чем же тогда власти видят сходство между этими законами? Очень хороший вопрос. Венецианская комиссия, которую вы упоминали в вашем сюжете, сейчас дала свое заключение. Кстати, очень редко Венецианская комиссия дает такое однозначное заключение. Они всегда стараются обтекаемыми формами говорить. Сейчас было очень четкое заявление, что этот закон необходимо отозвать. Его нельзя принимать. Он противоречит европейским ценностям. Противоречит юриспруденции. Я сейчас объясню, почему. И там же Венецианская комиссия объяснила, чем он отличается от закона ФАРа. В Америке закон ФАРа, нужно понимать, был принят для регуляции работы лоббистов. Лоббистов, институт лоббизма в Грузии не существует. Точно так же, как он не существует и в России. Лоббисты – это люди, которые за определенное финансовое вознаграждение защищают интересы другого государства, в том числе или интересы местных компаний. Но в их портфолио входит то, что они могут защищать интересы другого государства. Грузинский закон или русский закон направлен против неправительственных организаций и против масс-медиа. В Америке направлен против лоббизма, который подразумевает под собой проведение иностранных интересов. Здесь он направлен против медиа и против, как и в России, против медиа и против неправительственных организаций. Самая опасная часть этого закона, как раз, кроется в медиа. Почему? У нас есть прецедент Российской Федерации и других стран, где этот закон на постсоветских странах был принят, когда после принятия этого закона Министерство юстиции интерпретирует, что такое медиа. И всегда, в 100% случаях, интерпретация происходит следующая. Любой человек, который имеет Фейсбук, Инстаграм и другую, состоит в другой социальной сети, он является медией. Так как социальная медиа приравнена к медиа, он становится медией. И если он получал грант на образование в Европе, если у него есть родственники, а только за последние 4 года из Грузии выехало 800 тысяч людей, это 3,5 миллиона страна. У нас в процентном отношении выехало за последние 4 года больше, чем из Украины. В Украине война идет. Вот в процентном отношении у нас выехало больше людей. И у нас в три раза больше в абсолютном количестве людей за последние 3 года попросило политическое убежище в Евросоюзе, чем из России, например. У нас 100 тысяч, а в России 30 тысяч. И вот если какой-то эмигрант переслал своей семье 100 долларов, автоматически, а у этой семьи, допустим, у ребенка есть Инстаграм, а у, допустим, дедушки есть Фейсбук, они автоматически становятся иностранными агентами. Вот против этого протестует молодежь. Против этого протестует весь народ Грузии. И этим в корне отличается закон Фара от вот этого русского закона, который был придуман в свое время в России. Мы здесь в Украине и во всем мире, кстати, видели, что перед принятием закона по всей Грузии, особенно в Тбилиси, на протесты выходили десятки тысяч человек. Как вы думаете, что будет с дальнейшим протестным движением? И вообще, может ли народ Грузии добиться отмены вот этого закона? Что делать? Есть два варианта. Есть вариант болезненный и вариант более безболезненный. Более безболезненный вариант – это тот, что сейчас олигарх со своими рабами откатывается назад, не подставляет под удар себя, свои семьи под санкции, не подставляет по полной программе, чтобы не получить всего, не гробит экономику Грузии, не гробит имидж страны, не затормаживает процесс евроинтеграции. Он откатывается назад, не преодолевают вета президента, и ждём ровно через пять месяцев выборы в октябре парламентские. Это самый безболезненный вариант. Самый болезненный вариант – что вот эти пять месяцев идут митинги, и вот эти пять месяцев будет ад для вот этой русской мечты, потому что молодёжь не уйдёт. Это люди, которые родились в свободной Грузии, это люди, которые получили образование в свободной Грузии. Они говорят на английском языке в результате тех реформ, которые проводил Михаил Саакашвили, когда мы тысячами привозили педагогов из Америки, Европы, Австралии, Канады. Это люди, которые учились по книгам из Великобритании, учили английский язык. На них русская пропаганда не действует, на них не действует грузинская пропаганда. Они получают объективную информацию на английском языке из нейтральных источников. Это люди, которые знают, что такое свобода. Это люди, которым чужда идеология власти. Эти люди, которые хотят жить вместе с Европой, они хотят продолжать образование в Европе, они хотят получать нормальные зарплаты, как в Европе. Они хотят, чтобы их родители, их дедушки, бабушки получали нормальные пенсии, как в Европе. Они хотят такое же здравоохранение, как в Европе. Они понимают одну вещь, что ничего хорошего Россия кроме не может принести Грузию. Россия ничего не несет, кроме смерти и разрушений. Это все видят. Эта страна, я имею в виду Россию, она кроме бед своим соседям ничего не несет. И абсолютно адекватные люди понимают, что с этой страной мы жить не хотим. Мы не хотим, чтобы было, как в России, в Грузии. В Украине говорим о том же. Спасибо вам большое за это интервью. С нами был на связи Дмитрий Шашкин, член Полицовета Единого национального движения Грузии. Мы говорили о ситуации в этой стране и последствиях принятия парламента закона об иноагентах. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами до 21.00. Именно тогда в эфире итоговый выпуск новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова